И только кончится один месяц, сразу начинается другой. И ни разу еще не бывало так, чтобы февраль пришел раньше, чем будет и дверь, а мая в новое время. Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Но люди рассказывают, будто была девочка, которая видела все 12 месяцев сразу. Насобирать корзину подснежников в лютый мороз и побывать в компании 12 месяцев сразу. Главной героине новогоднего премьерного спектакля Гродненского областного театра «Кукол» удалось сделать, казалось бы, невозможное. Сиротка Марушка заставила юного зрителя поверить в волшебство и сказку. И первыми, кто сопереживал маленькой девочке, не знавшей любви и заботы родителей, стали ребята из детских домов города Гродно, Пареческой школы-интерната для детей-сирот, Гродненского детского хосписа и воскресной школы при приходе храма преподобномученика Афанасия Брескова. Очень хочется, чтобы они ощутили настоящий праздник для себя, попали в этот мир фантазии, волшебства, почувствовали чуть-чуть оторванность от дня сегодняшнего и прожили, может быть, немножечко другую, более счастливую жизнь. Главная идея спектакля «Сказка о бедной сиротке Марушке в 12 месяцах» сама по себе не нова. Он основан на словацкой народной сказке и пьесе Самуила Маршака. Воплощение давно известной всем истории, как всегда, у актеров Гродненского кукольника получилось своеобразным. Так в постановке использовались креативные декорации, создавался 3D-эффект, пьеса получилась легкой для восприятия маленьким зрителям. «С первым апреля! А почему с первым апреля? Потому что расцвели подснежники!» «Мы специально пригласили их в начале, потому что сегодня премьера, и это наш подарок для них. И я думаю, что он запомнится, потому что спектакль очень интересный, потом утренень возле елочки будет. Детки у нас бывают часто, они бывают хотя бы раз в полгода, раз в квартал иногда, как получается. Поэтому я считаю, что... Ну а почему нам не начать первым? В нашей стране столько всего много делается, столько подарков дарят детям, есть и спонсоры, и благотворительные организации. А мы решили со своей стороны сделать вот такой подарок». Подарок получился действительно хорошим. Дети были в восторге от спектакля. Екатерина Козел, воспитанница Панимуньского детского дома, когда-то сама играла в похожей постановке. Девочки, как никому другому, близки герои пьесы, особенно образ Марушки. «Мне, конечно, девочке тоже нравится, потому что она добрая, щедрая. Ну я сама по себе, можно сказать, такая, как вот эта девочка. Я похожа на нее, да, я щедрая. Я постоянно делюсь с кем-то всем. Вот, я общаюсь много с кем. Ну, если меня что-то попросите, обязательно вы поймите». После спектакля детей ждал еще больший сюрприз. Они отправились на коляды к Солохе. Возле новогодней елки ребята танцевали, пели, слушали колядные истории и отгадывали загадки. Не обошлось и без традиционных персонажей. На огонек заглянули медвей, чертенок, Дед Мороз со снегуркой, Солоха и коза. Повеселились дети на славу. Гродинский театр «Кукол» подарил им один день новогоднего волшебства и сказки. А кому-то из ребят, возможно, вселил веру в чудеса. Вероника Цыганок, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.